В роли главного экскурсовода глава города Юрий Шлобаев. Он показывает журналистам, что здесь изменилось. Самое главное, что нам удалось сделать парк комфортнее, современнее, но при этом сохранить его природность. Вот мы с вами сейчас гуляли и видели, что на самом деле он остался тем же большим участком леса, которому был. Только теперь в нем есть освещение, в нем есть нормальные дорожки, по которым можно ходить, а не протопыши грунтовые, которые были. В нем есть видеонаблюдение, которое делает парк безопаснее. Сделано максимум все для комфорта жителей. Те горожане, которым удалось здесь побывать, в восторге. Очень красиво, очень здорово. Наконец-то ребенку показала фонтан. Ребенок доволен. Будет все отлично. Чудом зашли сюда, увидели преображение парка Швейцарии. Впечатления очень хорошие. Конечно, можно подождать, чтобы все облагородили, все до конца сделали. И уже будем наслаждаться, гулять. Сейчас в парке продолжаются последние завершающие работы по благоустройству. Нам осталась работа основная. Это наладка всех инженерных систем. Пускалачная работа. Часть павильонов нам будет доделать отделку. Где-то замечания по фасадам устраним доделать. И на дальних участках у нас планировка и озеленение идет сейчас происходит. Вывоз мусора строительного и так далее. Срок в ближайшие несколько недель мы закончим. Будем доделывать. Ночами будем работать вещи. Доведем все, как говорится, до конца. До конечного продукта. До последнего. И напоминаю, у нас контракт до конца года. Но, несмотря на это, часть парка самонасыщенная. Мы ее выполнили раньше предусматриваем срок. Веревочный городок, кафе и, что немаловажно, туалеты, которые установили во всех стратегических частях парка. Не узнать и пространство на месте бывшего зоопарка. Теперь здесь расположился большой детский центр, где для детей будут проводить мастер-классы и развлекательные мероприятия. Как в самом здании, так и на специально отведенных зеленых лужайках. Кстати, самой зелени в парке стало еще больше. Благодаря всероссийской акции «Сохраним лес». В ней приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель законодательного собрания Евгений Люлин. Они не только посадили деревья, но и выпустили сюда белок. Найдут применение здесь и спортсмены, и пожилые люди, и мамы с детьми. Просто для детей отдельные площадки, и спортивные, и игровые. Самое главное, что можно и физически развиваться. А то, что сегодня мы продолжаем эту работу по парку, высадили деревья, выпустили белочек. Ну, знаете, это маленький частичка, маленький вклад в развитие этого парка, чтобы осталось что-то такое в памяти. Это совсем другой уровень. Я считаю, что таких парков не только мало в России, но и мало, наверное, во всей Европе и во всем мире. Потому что мы очень много общаемся с нашими коллегами зарубежными, но действительно парком мирового уровня. В будущем это соединить все набережные Нижнего и соединить до сюда, чтобы дошла набережная. Это, конечно, будет бомба вообще. Я думаю, что мы это сделаем. Со своей стороны мы это поддерживать будем. Я думаю, что когда президент был вчера, тоже ему рассказали по концепции будущего развития. И я думаю, что мы сделаем самый лучший парк вообще в нашей стране. Несмотря на то, что большая часть парка уже открылась для нижегородцев и гостей города, пока открытие тестовое. Это значит, что протестировав швейцарский объект, жители могут высказать свои предложения или замечания. Мария Бурова, Алексей Калякин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова